День рождения великого космонавта Человека, который открыл нам орбиту Земли И мероприятие состоялось, конечно же, и в техникуме Расскажите, как это проходило, единственное ли это мероприятие? Ну, знаете, вообще первый месяц весны Он всегда открывает целую череду мероприятий Праздников, мероприятий, которые посвящены Юрию Алексеевичу Гагарину 9 марта – это первый как раз день Когда мы начинаем непосредственно отмечать вот эти памятные даты День рождения Юрия Алексеевича Гагарина В том году мы отметили 80-летие со дня его рождения И 9 марта – это был нерабочий день Но в этот день гагаринцы по традиции все равно собрались около памятника Они, конечно, подошли к доске мемориальной Сначала мемориальной доске, которая расположена на здании Где непосредственно учился Юрий Алексеевич Гагарин Возложили цветы, потом перешли к памятнику И провели небольшой митинг Вот в такой памятной церемонии принимали ребята Те наши студенты, которые будут в День космонавтики Удостоены почетного звания гагаринец Потому что они его заслужили своей учебой Своим трудом на производственной практике Своей общественной работой Вот такая перспектива их ожидает в День космонавтики Чтобы было понятно нашим телезрителям о том, как это все происходило Предлагаю вам и нашим дорогим телезрителям посмотреть сюжет С возложения цветов к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину Кто бы мог подумать, что в далеком 1949 году Поступление в Люберецкое ремесленное училище номер 10 Обычного провинциального паренька Станет первым шагом в историю освоения космоса Случайно или нет? Именно об этом говорят в Гагаринском Именно этому учат ребят В жизни нет ничего случайного А путь в небо начинается на земле Под таким девизом учатся студенты ныне Гагаринского техникума Рядом с которым установлен памятник герою Советского Союза И в день его рождения Учителя, родители и студенты Возложили цветы к монументу День рождения первого космонавта Далеко не единственный день Когда в памятнику возлагают цветы И вспоминают покорителя космоса В техникуме каждый год Проходит какой-нибудь юбилей Связанный с фамилией Гагарина Юрий Алексеевич Гагарин поступил к нам в училище Тогда Люберецкое Юрий Алексеевич Гагарин закончил Люберецкое училище Полетел в космос Потом приезжал к нам Вот 65-й год это был Когда он первый раз приехал после полета Сюда в родные стены И, конечно, этот год тоже получается для нас юбилейный Потому что 2015 год 1965 год То есть математика И мы понимаем, что тоже у нас будет праздник Гагаринский техникум является знаковым Не только на местном, но и на мировом уровне И люберчане гордятся этим по праву Ведь мы обязаны чтить и помнить о тех Кто доблестным успехом прославил Люберецкий район И город Люберцы Ольга Соколянская, Раду Гурдиш, Кирилл Евгеньев Люберецкое районное телевидение Ну что ж, как видно из сюжета Традиции чтутся И достаточно, так сказать, трепетно к этому относятся Но начнем с того, что Юрий Алексеевич Гагарин Пришел не в техникум, а в другое учебное заведение Как оно раньше называлось? И давайте поговорим немножко про историю Люберецкое ремесленное училище номер 10 В 1949 год Юра Гагарин заканчивает школу В Кжатском районе, в Смоленской области И решает поступать и продолжать свое образование Получать уже профессию Они приезжают, тетя его жила в Москве в то время Она забирает мальчика к себе Узнает, где можно еще поступить В какое училище Набор уже был закончен в московских училищах Они узнают, что в Люберецком Ремесленном училище номер 10 Есть еще места налетейщика-формовщика И приезжают сюда, в город Люберца Здесь есть общежитие То есть может Юра совершенно спокойно остаться Здесь же жить, получать образование Получать профессию Но помимо того, чтобы получать профессию Он должен был получить еще и аттестат Об окончании шестого класса И поэтому он поступает в вечернюю школу Рабочей молодежи И параллельно с получением профессии Он еще вечером занимается И получает образование То, которое требуется на данный момент времени То есть, представляете, у мальчика Какая была насыщенная, в общем-то, его учебная жизнь Но вот по воспоминаниям сотрудников наших коллег Которые тогда работали, общались с Юрой Они его очень хорошо все запомнили Потому что, ну вот, светлый ребенок, как мы говорим Который, ну, всегда остается в памяти У преподавателей, у мастеров Ну, обычно преподаватели, мастера Все помнят своих учеников Ну, вот бывают такие неординарные ребята Которые, ну, больше всех запоминаются И ведь он со своей стипендии Маленькой стипендии, которую получал Он еще умудрялся оставлять денежку Чтобы отправить своим родителям в деревню И помогать каким-то образом Ну, и насколько я знаю Точнее, знаю со страниц вашего официального сайта Что с момента первого полета человека в космос У вашего учебного заведения началась новая жизнь Да, я поэтому и оговорилась Потому что в памяти цифры Они все время как-то играют Вот он в 49-м году поступил В 51-м году закончил А ровно через 10 лет В 61-м году он полетел в космос Представляете, буквально какое-то десятилетие Такой рывок от имени всего человечества Представитель людей Представитель нашей планеты Земля Побывал в космосе Сделал этот шаг Этот прорыв И для нас, конечно, все эти праздники очень ценные Потому что очень вспоминаются 90-е годы Когда ценности, символы того времени Советского периода, на которых мы все выросли Они как-то в раз все рухнули И было очень сложно ориентироваться В этом пространстве молодежи И нужны были какие-то значимые Значимые какие-то вещи, люди Которые могли бы помочь И сохранить все те наши воспитательные моменты Которые всю жизнь мы прилагали Чтобы сохранить нашу молодежь И вот имя Юрия Алексеевича Гагарина Конечно, очень нам помогало Потому что во всем мире Очень трепетно относятся к этому имени Его уважают Мы это испытали и почувствовали Вот даже когда праздновали 50 лет полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина И непосредственно столкнулись с зарубежными и коллегами И зарубежными средствами массовой информации Просто людьми в том же Лондоне И это было очень приятно для нас Это гордость за нашу страну Когда вы говорили о том, с кем вы сотрудничали С разными странами, вы упомянули Лондон Вот раскрою теперь уже все карты Оказывается, есть какая-то история с памятником Который установлен рядом с техникумом Да, история очень интересная Но, во-первых, она интересна тем, что Сам памятник был установлен в 1984 году Ко дню рождения Ко дню 50-летия со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина И памятник был установлен на деньги Заработанные ребятами Теми учениками, которые на тот момент учились В нашем училище Люберецком На производственной практике Причем тоже сама установка памятника была интересная Чем? Зима очень долго задержалась Задержалась, не уходила Было очень холодно Студенно земля промерзла Очень трудно было вырыть грунт под котлован И наши студенты, тогда учащиеся Они даже ночевали несколько ночей Брали палатку в гарнизоне, в городке Ставили ее, разводили Вот эту военную палатку большую Разводили огонь на месте установки памятника Чтобы оттаять землю Отогреть ее, чтобы вырыть этот котлован И потом уже фундамент залить И установить сам памятник Вот И памятник был открыт Но немножечко задержкой получилось По времени Потому что, ну, во-первых, пока оттаяли эту землю То уже не 9 марта, а 13 марта открыли памятник Но это уже не так страшно Потому что все равно состоялось торжественное открытие И было очень приятно Все люберчане знают этот памятник Мы все его очень любим Потому что он, на самом деле, такой лаконичный И в то же время он много говорит О самом Юре Алексеевиче Гагарине Не просто о нем и лично Но в то же время и представители всего человечества Его открытости Посмотрите, ведь на памятнике он идет с открытыми ладонями Он приветствует всех Нам было очень приятно, что, когда отмечали 50-летие полета В 2011 году В Лондоне, в Великобритании Они тоже решили очень масштабно отметить этот праздник И решили, что надо бы, наверное, провести праздник Около памятника Юрию Алексеевичу Гагарину Но вдруг оказывается, что в Великобритании Ни вообще ни одного памятника, посвященного первопроходцу космоса Нет Что делать? Они обращают свои взоры на Россию На страны СНГ И начинают осматривать целый ряд памятников У нас их много Вот, насколько я знаю, там более 50 Более 200 Более 200, но из 50 они выбирали уже Да, да, да А более 200 они отсмотрели, потом остановились на И вот из этих отсмотренных памятников Они решили, что вот этот самый такой достойный Он и скромный, и с достоинством Посмотрите, Юрий Алексеевич Гагарин идет по орбите Но орбите не простой Она изображена в виде ленты Мёбиуса Символ бесконечности Вселенной И идет навстречу открытой С открытой его гагаринской знаменитой улыбкой Так как подготовка уже начиналась задолго То празднование Еще в 2010 году Где-то примерно в июне В один из июньских дней Раздается звонок И мне звонит статс-секретарь Роскосмоса Виталий Анатольевич Давыдов И говорит Светлана Николаевна Вот у нас такое от Роскосмоса предложение Вы, пожалуйста, сейчас только сразу Не отметайте его сходу А вот подумайте спокойно Как мы можем эту ситуацию с вами разрешить Вот у нас обратились англичане к нам И мы, в общем-то, думаем, что, наверное, они просят И, наверное, надо пойти на уступку Чтобы перевести ваш памятник в Лондон Потому что там будут праздновать не только 50 лет полета Юрия Алексеевича Гагарина Но как раз совпадает 50 лет, как он приехал в Лондон И встречался по приглашению профсоюза летельщиков-формовщиков И встречался с рабочими летельщиками И встречался с королевой Англии И встречался с премьер-министром Вот 50-летие этого события И 20 лет полета Хелен Шерман В составе международной космической экспедиции То есть вот все наложилось И вот теперь о том, удалось ли им получить памятник или нет Мы узнаем после короткой рекламы Ну что ж, дорогие друзья После короткой рекламы мы продолжаем беседу с Кисуркиной Светланой Николаевной Светлана Николаевна, мы только что остановились на том Что, значит, из Лондона попросили, значит, им прислать ваш памятник На время, я так понимаю И как вам было дальше развивались события? Ну, меня же попросили сохранять спокойствие Поэтому, конечно, представить, что мы снимем наш памятник с пьедестала И отправим в Лондон на неопределенное время Это было очень даже, ну просто, и сложно было такое представить Поэтому мы сказали твердое нет И здесь поддержала, конечно, администрация Люберецкого района Владимир Петрович, глава города Люберца и Люберецкого района Поэтому на этом мы стояли очень настойчиво Но нашли очень хороший достойный выход Роскосмос отлил копию памятника И тоже было очень интересно наблюдать, как это все делалось Это в новой современной технологии 3D сканирование шло Причем сканирование делали ночью, когда поменьше ездит транспорт Не так блики и не так много народа ходит, чтобы не мешали Дежурили на ряд милиции специально Но Люберчане, кто ходил в это время, в 2010 году, в октябре Они проходили мимо нашего училища, техникума Они видели всю эту ситуацию Было холодно и снег с дождем Даже такие вот осадки были Но все равно все это успешно сделали Несколько ночей посвятили вот этому сканированию Когда результаты сканирования привезли на Ижевский литейный завод Литейщики посмотрели и сказали, что им недостаточно вот этого 3D Все равно не все так досконально, как требуют пунктуальные же англичане Британский совет как раз выступил с этим предложением Чтобы перенести памятник в Лондон Они очень принципиальны в этих вопросах Если там какая-то выемка в руке или где-то на памятнике То это все должно быть четко скопировано в копии Это должен быть один в один И никакого отклонения не может быть И литейщики из Ижевска приехали сюда Они взяли в леса наш памятник И они еще делали гипсовые слепки С каждого проблемного такого места Чтобы это все досконально повторить в копии Что еще было интересно То, что мы привыкли, почему-то связываем Лондон С памятниками, сделанными из бронзы И Роскосмос хотел сделать подарок Отлить эту копию из бронзы На что англичане, чопорные англичане сказали А из чего памятник настоящий Который в Люберцах стоит Алюминиевый сплав Значит, у нас точно такой же Ну а как же мы же уже решили из бронзы Тогда покрасьте под алюминий В итоге памятник из бронзы Покрашенный под алюминий получился Нет, все-таки переиграли И отлили памятник Из такого же материала Из такого же металла, как наш памятник Затем этот памятник из Ижевска Когда он уже был готов Ко дню космонавтики Его привезли в Москву Разместили на выставке Достижения народного хозяйства На ВВЦ И открывали там Чтобы москвичи могли посмотреть Еще раз посмотреть Прежде чем памятник Уедет, улетит, уедет в Лондон И вот один месяц он там примерно простоял И потом уже его транспортировали в Лондон Вот такая история этого памятника А сами-то при открытии в Лондоне Вы присутствовали? Да, конечно Они пригласили нашу делегацию туда И знаете, такое было чувство Раздвоения Потому что, ну, во-первых Эта гордость большая Наши Люберцы в Лондоне Кусочек города Люберцы Наш Юра Гагарин там И прежде чем Открывали памятник Был такой митинг Небольшой в стенах Британского совета Потому что памятник разместили Перед Британским советом Рядом с Трафальгарской аркой То есть это центр Исторический центр Лондона И сначала сделали связь С международной экспедицией Которая на тот момент находилась В космосе Прямая связь Они приветствовали всех участников Кстати, на открытии памятника Присутствовал и двоюродный брат королевы Да, Майкл Кэнски Вместе с супругой Поэтому мы лицезрели королевскую особу На открытии И когда мы вышли из Британского совета Мы увидели огромное количество СМИ Журналистов То есть вот вся площадь Перед Британским советом Была просто заполонена Это было такое количество народа Что вот просто Это был пик эмоций у всех Это было очень приятно И Елена Юрьевна Гагарина Дочь Юрия Алексеевича Вместе с принцем Майклом Кэнским Открывали этот памятник Выступали на Прежде чем открывать памятник Выступали и Майкл Кэнский Он, кстати, потомок наших русских царей Он очень хорошо говорит по-русски Вся его речь была по-русски Кто не знал Вот для меня это было откровение Я думала, что он Ну, наверное, как обычно Чтобы сделать приятно русской делегации Скажет, поприветствует Там два-три слова на русском языке Затем перейдет на английский язык Но он все говорил на русском языке И в какой-то из моментов Когда он стал говорить Вот об особенности этого мероприятия Которое происходило На тот момент у него даже дрогнул голос И вот понятно было, что он Настолько эмоционально был То есть Ну, слез не было Но это было на пике На пике вот такого состояния На самом деле Зволнованного Выступали и руководитель Роскосмоса И принимал участие посол Российской Федерации Великобритании Так что вот такая была делегация У нас очень усиленная Красивая делегация И знаете, когда Открывали памятник Мы привыкли, что У нас обычно памятник драпируют Перед открытием Какой-то светлой тканью А там был чехол Из черного плотного материала Типа сукна С красивыми красными лентами Завязанными внизу И Елена Юрьевна И вот принц Они развязали эти ленточки А замаскировано Практически не видно было Где-то в листве Где-то среди деревьев Стоял кран Аккуратная стрелка Которая поднимала Аккуратно этот чехол вверх И потом убрали Значит его в сторону И передо мной Стал памятник наш Памятник, который стоит Перед нашим техникумом Но он стоит почему-то На белом постаменте Там постамент был Из белого пормутского камня Это их местный камень И тоже смотрится Очень красиво И тоже вот То взволнованное состояние Принца Оно было буквально У всех Были аплодисменты Совершенно вот Такие сумасшедшие Аплодисменты Все радовались Сколько народу было Простых англичан Которые приходили И помнили Ту встречу Юрий Алексеевич Гагарин Он же открытый И он встречался Не только С официальными лицами Кстати Официальные лица Потом спохватились Он же приехал По приглашению Летейщиков-формовщиков Профсоюза А когда Великобритания Особое Высокого ранга Увидели С какой любовью Встречают Юрия Алексеевича Гагарина А он должен был Уже улетать И они его Попросили задержаться И устроили встречу Уже с королевой И премьер-министром Вот тогда Уже они Присоединились И обычно Вот тоже Это одна из историй Когда Юрий Алексеевич Вернее Королева Фотографировалась С нашим Юрием Алексеевичем Гагарином По протоколу Нельзя Королеве Фотографироваться С людьми Более Простого Сословия Для нас Юрий Алексеевич Гагарин Самого Высокого Сословия Но она Как объяснила Чтоб не шокировать Всех остальных Она сказала Что Ведь это же Не просто Не просто Человек Это человек Мира Это Посланник Нашей планеты Земля В космосе Это необычный Человек Поэтому я с ним Считаю За честь Фотографироваться Вот Вот такая Хорошая история Ну Люберчанам По праву Есть чем гордиться Таким памятником Который Сейчас Находится До сих пор В Лондоне Кстати Куда его Перенесли Да Он По Закону Города Лондона Мэр Лондона Дает Разрешение На Нахождение Памятника В центре В историческом Центре Лондона Только в течение Одного года Потому что Та Те памятники Те скульптурные Композиции Которые находятся Перед британским Перед британским Советом Они сменные Они не на постоянное Место Своего пребывания Располагаются Но Наш памятник И наш Либеритский район Все равно Был впереди Планеты Мы там находились Год и восемь Месяцев Рекорд поставили Рекорд поставили Да Вот там Рядом С Трафальгарской Площадью И 9 марта В день рождения Гагарина Юрия Алексеевича Этот памятник Был вторично Открыт Уже в 2012 Году В Гринвиче В Королевской Обсерватории Да Там Они Организовали И назвали Терраса Юрия Алексеевича Гагарина И он Очень хорошо Вписался Вот В эту обстановку Самого Здания Обсерватории И Очень красиво Смотрится То есть У нас было Двойное Открытие Нашего праздника Но ведь Пока Почему так Долго Находился Памятник Рядом С Трафальгарской Площадью Потому что В Англии Целое Ну Целая борьба Развернулась За право Кто Какой музей Или какое Учреждение Важное Знаменито Известное Разместит На своей территории На постоянное Хранение Вот этой копии Памятника Юрия Алексеевича Гагарина Но выбрали Гринвическую Королевскую Обсерваторию Светлана Николаевна Ну К сожалению Время нашей передачи Подходит к концу Но мы с вами Увидимся еще В следующей программе В которой уже Поговорим непосредственно О профессиональном образовании И о дисциплинах Которые преподаются В политехническом техникуме Имени Юрия Алексеевича Гагарина А вам дорогие телезрители Я напомню Что у нас в гостях Блакисуркина Светлана Николаевна Директор Люберецкого Политехнического техникума Имени Юрия Алексеевича Гагарина С вами был Раду Гурдиш Вы смотрели программу Открытый диалог Всего доброго До встречи в эфире ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА